19 января православные верующие отмечают крещение Господне или Богоявление. Этот важный день считается самым древним в христианстве наряду с Рождеством и Пасхой. Праздник повествует нам о великом евангельском событии, когда Иисус Христос пошел на реку Иордан и принял крещение от Иоанна Предтечи. При этом открылась божественная сущность Христа. По традиции в этот день в церкви проводятся праздничные службы. И Бог Христа, Христос, Христос, Бог Христос, Бог Христос, Бог Христос, Аллилуйя. В Иерусалимском храме благочинный Первого Воскресенского округа протоиерей Сергий Якимов в сослужении клириков совершил божественную литургию и зачитал Евангелие, которое повествует об этом великом событии. Песня «Слава Бога» После литургии следует еще одна христианская традиция. Издревле и в Новичерие, и в сам праздник церковь совершает освящение воды по особому чину с особой последовательностью молитв. Такая вода называется «Великая Агиасма» или в просторечии «Святая вода» и раздают ее всем прихожанам. Прихожане верят, что крещенская вода исцеляет, освящает душу и тело и сохраняет свои волшебные свойства годами. Крещенская вода – это святая, самая святая вода. Вы знаете, каждое утро употребляю с проспорой на голодный желудок. Я и моя семья все употребляют ежедневно. Этой водой пользуемся каждый год. Надеемся, что она нам приносит пользу. Использую каждый день натощак. Пьем также с проспорой воду святую. Она невидима, приносит, я нисколько не сливаюсь, здоровья и благодать, в первую очередь, и помощь Божью. Празднование крещения всегда сопровождает массовое купание в проруби. Но далеко не каждому доступна такая шоковая терапия для организма. Поэтому многие христиане набирают в церкви крещенскую воду и могут окропить ею свое жилище, хозяйство и самого себя. Юлия Теунова, Евгения Полеткина, Новости Искровект. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова